Добрый день, дорогие гости! Что-то здесь как-то мне весело. Давайте-ка вы поаплодируйте сами себе. Ну-ка, ну-ка, не смейся! А вот он сам себе аплодирует, аплодирует. У меня получает один вопрос. Поднимите руки, у кого в заме есть права. Один, два, три, четыре, пять. М-м-м, понятно. А у детей бывает права? Да. А вот вешать варить. Знают все, как дважды два. У ребенка есть права. Руки мыть и уши. Ну а как кушать? Утром заправлять кровать. Показать, помогать. Хорошо учиться. Рано спать ложиться. Слово данное дедуша Никакого не описать. Вежливым и добрым быть. Маму с папой любить. И скажу вам по секрету. Лучших прав на свете нету. Только по призулям Влад. Будь своим правом не рад. Весок сока из морковки. Пить хотел газировку. Весок с положенных. Завтракать с мороженым. И сказал Влад Маме. Делайте все сами. Сами обид посуду. Ни за что не будут. Так любил он каждый день. И отец достал ремень. Мы стесни в Европе. Шлепец. По толстой копе. Владик с этого шлепка Подскочил до потолка. И заплакал громко. Стукнули ребенка. Маленький полицейский позвонил. Маму с папой обвинил. Приезжайте срочно. Убиваю точка. Мститель нахуй ставит в дом. Как вольется в дом. А он. Взрослых всех повязан. И ремнем наказан. Будут маму с папой знать. Как просить играть кровать. От там всякой власти. За его напасти. Кто-то будет плавно. Стать в квартире главный. Скажите, а это правильно, если в доме главное ребенок? Нет. А что важнее, когда родители слушают о ребенка? Или ребенок родителей? Нужно вежливым и добрым быть. Маму с папой любить. Лучше них, поверьте, дети. Нет для нас людей на сны. АПЛОДИСМЕНТЫ